Руководство Украинской футбольной премьер-лиги рекомендовало всем клубам УПЛ и ПФЛ пройти ПЦР-тесты перед возобновлением тренировочного процесса. Мнения разделились, ведь это достаточно затратно, а многие после карантина, в том числе и Черноморец, переживают финансовые трудности. Официальной информации начали ли тренировки моряки пока нет, но на сайте ЮАФутбол написали, что на базе в Савиньоне прошло совещание команды, где представили нового тренера Сергея Ковальца. Но возвращаясь в целом к спорту и медосмотрам, проходить или нет всем тестирования на COVID-19, репортер связался с главврачом областного физдиспансера. Вопрос про тесты на коронавирус. Обязаны их проходить или нет? И могут ли они у вас? Скажем, сегодня сеть физкультурных диспансеров не получила четкого приказа, но с некоторых федераций мне задали вопрос. Данного прибора нет у физкультурного диспансера, то есть данного лабораторного оборудования у нас нет. Мы можем попробовать в случае необходимости скоммуницировать с лабораториями, но если будет жесткий приказ от НОКа о прохождении, то это увеличит нагрузку на лаборатории нашего региона на прохождение. То есть, скажем, мы заблокируем спортсменов. Кроме того, теперь приемы проходят с соблюдением всех эпиднорм по записи, то есть медосмотры всех видов спорта могут затянуться на несколько месяцев. Но отметим, что в рамках карантина и благодаря медреформе полностью закупили детсредства, электротермометры, маски и все, что необходимо для соблюдения санитарных норм. На сегодняшний день мы открыли прием. Мы полностью можем принимать спортсменов для диагностики, консультирования с последующим выдачей допусков. Но только после предварительной записи. Нельзя к нам прийти. Здравствуйте, я пришел. Хочу. Такого, к сожалению, как раньше не получится, тем более в период карантина. Прежде чем к нам захотят прийти, необходимо обязательно записаться. Для этого есть фейсбук, для этого есть контактные телефоны, есть многие контакты наших регистраторов. Сейчас мы будем делать электронную очередь, электронную запись. Есть и хорошие новости. Благодаря медреформе решились проблемы с финансированием и оплатой спортсменов за многие услуги. Физкультурный диспансер вошел в реформу. На сегодняшний день на сайте, на фейсбуке физкультурные диспансеры можно увидеть условия обслуживания. Мы дополнительно открыли отделение семейной медицины. То есть у нас все, кто занимается физкультурой и спортом, могут получить весь спектр услуг бесплатно сегодня. Это, в принципе, если вы помните, все дебаты и потали прошлогодние. И речь шла о том, почему платные послуги, потому что нам надо было входить в реформу. У нас не было вот этого, к сожалению. Таким образом, обслуживание спортсменов будет разделено на три группы. Это те, кто подписал декларацию семейным врачом. Второе, это можно у своего семейного врача взять направление на услуги всех необходимых специалистов и услугу получить бесплатно. И третий вариант – платные услуги, которые любой спортсмен из любого клуба может при желании пройти именно в физдиспансере. Дмитрий Богомолов, телеканал «Репортер». Отличный, берусь.